Доброе утро. Доброе утро. Морозное, февральское, уже с февралем всех. Но слава богу еще Арбатское. Да, Арбатское. Орлов опять с бородой, а я почему-то без бороды. Ничего не поменялись, наверное. Наверное, забыл я просто. Торопился дома, а я надел. Понятно, все правильно. Ты надел, а я снял. Ну что, мы молчали какое-то время было. Набрали чай в рот. И сегодня прорвало. Пошел чай. Из всех щелей. Ну что, я, собственно говоря, вызвал господина Орлова. Я потер бутылку. Бутылку старого-старого-старого Рома. Арбатского. Арбатского. Старого Арбатского. Старого Арбатского вина. Сухого-сухого. Сладкого-сладкого. Вот. И оттуда, как джин появился господин Орлов. Я его извлек из этой бутылки, потому что, собственно говоря, хотел с ним обсудить вот эти некоторые странные события. Слушай, дует здесь, а? Ужас какой. Ну, Арбат, Арбат, понятно. Арбатские ветра. И я хотел с ним обсудить вот эти все события, которые у нас происходили последнее время, в основном, сведя их к одной теме. Событий много проходило. Я, наверное, обозначу, что события те, которые были связаны с тем, что телеканал «Дождь» ляпнул нечто в эфир. Не знаю, что сейчас я спрошу господина Орлова к теме, не к теме. И за это, якобы за это, на него сразу же окрысилось огромное количество людей, огромное количество провайдеров, которые его ретранслируют. И огромное количество разных депутатов и просто совграждан. Поэтому я вот хотел отсечь другую часть, потому что, как говорят уже, на самом деле, там вторая еще часть есть экономическая, мы ее отсечем. Вот. Мы будем говорить просто в принципе о том, потому что так иначе и мы многих тем касались, которые можно назвать на сегодняшний день скользкими, когда вот мы в своих программах там обсуждали религии, еще что-то. Что можно, а что нельзя, так сказать, обсуждать в прямом эфире. Не на кухне у себя дома, не в кругу друзей, может быть, там, узком или широком, а на радио, на телевидении, может быть, в очень популярных подкастах, не тех, которые слушают полтора инвалида, а... От наших. Да, в наших, которые слушают практически весь мир. Вот. Инвалидов. Да. Поэтому, соответственно, я и хотел бы вот этот вопрос задать господину Орлову, что он думает по поводу темы, есть ли вообще темы, которые действительно можно обсуждать. Еще есть вторая тут под тема в данном случае. Я не помню, кто это сказал, но некто сказал, что именно в нашей стране, ну, предположим, этот вопрос не надо обсуждать именно в нашей стране. Где-нибудь вот в другом месте можно обсуждать. Так, предположим, какие-то вопросы, может, нельзя обсуждать в Израиле. Наверняка, да. Вот. Но какие-то вопросы нельзя обсуждать, может быть, во Франции. Какие-то вопросы нельзя обсуждать, предположим, в США. Я думаю, что они есть. Я думаю, что они есть. Потому что если мы вспомним, опять же, того самого Познера, который здесь считается каким-то неким таким знаменем или флагом там журналистики и так далее, И у него в свое время перепрограмму в США закрыли Именно за неправильные вопросы Что тут скажешь? Что-нибудь, ну желательно не одно, два слова все-таки Хотя бы три-четыре Значит, в этой истории с дождем Мерзко все Ты сам дождь уже? Мерзко И, к сожалению, непрофессионально Но больше всего мерзко Значит, если оставить за скобками Истинные причины, по которым Пошел такой накат Ну, если верить словам Главы Дождя Синдеевой То, что она услышала В кулуанных беседах от провайдеров Что это был Это были не какие-то там Соображения морального толка А просто приказ сверху Ну, видимо, за то, что дождь Офигенно самостоятельный и независимый Ну, то есть это просто был повод Да Я думаю, что это правда Ну, думаю, что это, скорее всего, это правда Вот если это оставить за бортом А говорить о том С какой скоростью у нас Лизоблюдство распространяется по стране Что мы уже не знаем, куда целовать власть В какие места Я могу указать эти места, если хотите Причем этим занимается частный бизнес То есть люди, которые вообще могли бы вполне сказать власти Слышишь, власть? До свидания Какие претензии? По налогам? По нарушению закона? Нет? Всего доброго Это мой бизнес, я работаю С этим ко мне не приходите, чтобы я что-то сделал для вас Вот такого кулуарного Потому что вам это опасно, невыгодно и еще что-то До свидания Нет, не до свидания В России не до свидания И неизвестно, когда будет До свидания Может быть, было в начале 90-х что-то такое Но потом быстро увяло Значит, если говорить о сути этого конфликта О том, что якобы есть темы, вопросы Которые нельзя задавать На которые нельзя говорить Это абсолютный вообще бред И какое-то внутреннее человеческое рабство Нет таких тем и нет таких вопросов По одной простой причине Что вопросы – это все разговоры Это не дела Вот делать, на мой взгляд, действительно Очень многие вещи нельзя И все это обговорено в законах разных стран Достаточно четко и ясно Нельзя сжигать людей в печах Ну, нельзя А говорить о тех, кто это делал в свое время Можно И, вероятно, нужно Чтобы потом не сжигались новые люди Я тебе, пардон, спрашиваю У тебя дождь-то вообще есть, нет? Да, у меня дождь был в системе АКА, да? А, а ты не подключился через интернет? Нет, ну, честно говоря, я сейчас очень занят Только по одной причине То есть, просто недавно было как раз небольшое Эфир Я не помню Там, с одной стороны, был какой-то дядька Честно скажу, я не хочу его бить Я не помню его фамилии А с другой стороны, была Гербер, да? Они как раз вот спорили Дядька как раз доказывал Что вот и не надо как раз говорить Не надо сравнивать сталинизм с фашизмом Что это вовсе все было не так Что не надо проводить параллели Что это все Что вот это все и есть оскорбление Ты знаешь, вот все, что я успел услышать на эту тему А я все-таки как-то вот находился в курсе этих вопросов И прочитать Я не нашел ни одного мнения, которое бы я разделил Мне кажется, что здесь изначально смещена самая главная точка Обсуждается, насколько корректно или точно был задан вопрос Это, так сказать, самая такая либеральная точка зрения Насколько он оскорбителен Кто именно оскорбился Почему, что можно, что нельзя Ребята, вы сошли с ума Вы сошли с ума Говорить можно обо всем То есть вот этот вопрос дилетанта Ты считаешь абсолютно правомочным Абсолютно правомочным Это абсолютно легкий, лояльный Не таящий в себе не только оскорблений Вообще ничего вопрос Он там, может быть, неловко сформулирован по сути Речь не об этом Речь о том, что людей Одни люди запрещают другим людям задавать вопросы Вот это уже караул Это уже какой-то Евгений Шварц Ну, вроде как бы их не запрещают И даже, насколько я знаю Во-первых, и Песков как бы сказал, что вопрос говно Но как бы он не нарушает никакого закона И прокуратура вроде бы сказала, что вроде бы нету к этому вопросу То есть как бы на самом деле, как бы не запрещают Как бы не запрещают на самом-то деле На самом-то деле, как бы возмущаются сами операторы Типа люди якобы им звонят возмущенные, что мы не хотим смотреть ваш гадский Ну, вот поэтому, Андрюш, я и говорю, что если оставить за бортом Как бы официальные все дела А слушать только тех, кто искренне полагает Искренне полагает Всех участников дискуссии, частных лиц, еще кого-то Каких-то представителей организации, вещателей, еще кого-то Кто искренне полагает, что дождь сделал что-то не то Я говорю только об этих людях То есть это никакие не циники Это люди, которые действительно считают, что так нельзя Ну, нельзя так Потому что блокадники Потому что погибли Вот это все Это полная в голове каша у людей Понятий, слов вообще всего Полная каша А мне вот, Саша, кажется, знаешь, какая штука Я бы ответил тебе словами Владимира Владимировича Путина Если вам это не нравится, идите в наш суд И не кажется, что это было более правом, что если есть обиженные люди Безусловно Ну, как во всем мире, в принципе, мне кажется, это поступает Безусловно, но это немножко другой аспект Это уже система, как выходить из этой ситуации А я говорю о том, почему вообще у людей возникает в головах Что слово может обидеть и оскорбить настолько, что надо судить А в последнее время очень много обиженных по разным темам появилось То есть у нас одни обижаются по религиозным вопросам Другие обижаются по каким-то вопросам еще Вот эта вот тема знаменитая Кстати, я, наверное, все-таки Я сам не знаю, это все-таки колеблюсь по поводу выноса Ленина Вот ее поднимают, опускают, поднимают, опускают Вынести Ленина, не вынести Ленина Обидятся, не обидятся, трогать, не трогать Туда-сюда маячат, причем как бы одни говорят, что вынести надо хотя бы просто нехорошо Потому что незахороненное тело валяется вообще в центре города И вообще кладбище в центре города нехорошо Его бы надо перенести куда-нибудь именно на кладбище Другие говорят, не трогайте святыню Обижаются и те, и другие, непонятно, чьи обиды сильнее У нас какой-то сейчас получается мир обиженных Все постоянно на кого-то обижаются Причем народ поделился на равной части Ни на одну, ни на две, на штук 15 равных частей И одна часть на другую, часть постоянно обижается А те две вместе, третья, третья, четвертая И все вот так вот друг на друга обижаются Какая-то вообще обиженная страна Обиженный мир, даже не страна, наверное, чуть больше Потому что таких, это чуть-чуть шире Украинцы обижаются на русских Русские обижаются на украинцев Все вместе обижаются на грузинов Ну и так далее Ну, в общем, я думаю, что истоки этой обиды В абсолютной нашей Исторической, возможно, нелояльности К друг другу Мы друг друга не то, что не любим, это ладно Мы не уважаем совсем Поэтому мы так легко друг на друга обижаемся Начинаем орать, махать руками Давая понять, что только наше мнение Оно и есть, правильное и истинное Я думаю, что в основе лежит эта фигня А вот скажи мне, Саша У меня буквально вчера Один человек задал вопрос Когда так иначе коснулись тем Мне сказали, слушай, говорит А откуда, говорит, они все взялись? Вот, говорит, вот были же вот там Те же самые 90-е, даже 80-е советские годы Как-то, ну, если там в самые-самые махаровые Советские годы Это уже 80-х даже этого не было Могли там обидеться, предположим, на что-нибудь там Проленин, так скажешь Причем я даже не говорю Там какие-нибудь там порта и геносцы А обидеться могли простые люди Что-нибудь проленин, так скажешь Потому что действительно Меня уверили, как многие верят сейчас в Бога Там, грубо говоря Чаще всего это даже одни и те же люди Вот И они могли обидеться Абсолютно искренне Дать тебе в морду Причем нигде не в это противном собрании Так вот на кухне в пьяном разговоре Кто не сказал что-нибудь проленин Ты можешь в морду за это дать По-доброму дать в морду Да, по-доброму дать в морду Сказать в величие обидеть Вот Но чаще всего все-таки Большинство людей Как-то вроде не склонны были обидеться Могли обидеться Если ты назвал человека сволочью Причем прилюдно Могли там еще за что-то обидеться Если там что-нибудь не так сделал Ну как-то вот Я помню Было очень много обиженных Не по своей памяти А по памяти исторической Много было обиженных Когда люди обижались на длинные волосы Там на какую-то одежду Но потом это как-то прошло В 70-е Стало легче И многие стали хотеть Сами джинсы и все остальное Я привел цитату Был такой великий-великий Театральный деятель Ярон И он сочнил Ребрад только одной оперете И там были такие слова Когда он говорит Я помню ее Она еще была маленьким Розовым поросеночком Вот этот поросеночек Рос-рос-рос И выросла такая большая Что выросло А что выросло То выросло Вот я примерно все Что смог ответить Откуда вот это Взялось такое количество Обиженных людей Которые постоянно на все Обижаются Ведь их же не было Еще вчера Никто же ни на что Не обижался Еще вчера, Андрюша Была принципиально Иная жизнь Если ты имеешь в виду Минус 30 лет назад И в этом все дело Я думаю Что все мы И возможно наши дети К счастью Наверное в меньшей степени Вообще не совсем Ну что ли Нормальные люди С точки зрения Понятия нормальной Человеческой психики Устойчивой Мы Со сменой Вот этой вот Исторической Экономической парадигмы Мы Претерпели конечно Колоссальные изменения Мы вышли из свободной И спокойной Не свободной Спокойной жизни Стабильной И стабильной жизни То есть мы были Как в некоем Таком вот Заповеднике Мы вышли в реальный мир В реальном мире Особенно когда Начинаешь с него выходить Тебя колбасит Со страшной силой Вот когда ты живешь В нем И уже устоялся Ну там 150 лет Например прожил в этом мире Ты спокойней То есть ты жил в монастыре И вдруг ты выходишь на свободу И видишь Что оказывается И бабы голые есть И вино И все что угодно И тут и обижаться раздолье И вообще Это может быть Единственная нормальная реакция Вот на этот промежуток времени Исторический Обижаться Кричать Скандалить То есть вести себя Не вполне адекватно С точки зрения нормальных людей Видимо нужно повзрослеть Понимаешь Ты сейчас похож на Такого папу Который говорит ребенку Ну тебе уже пора повзрослеть Ну повзрослеть Когда положено станет Когда произойдет Само собой А то что ты говоришь Ребенку пора повзрослеть Они повзрослеют От этого Значит Мы пройдем Весь этот путь Как и положено А что сделать Как мы проходим его в экономике Так мы пройдем его в психологии Во всем остальном Если конечно мы его будем проходить Как надо Если нам не будут А как надо Ну Постепенно Спокойно Беспредственно Перегибов Всевозможных Разве это возможно В подростковом возрасте Беспредегибов Может в подростковом возрасте Сейчас У нас период Метания и ломок Но подростковый возраст Все таки имеет Какие-то свои временные границы Я понимаю Что сейчас они наверное Саш Ну не 20 Жить 30 лет Это очень мало Нет Безусловно мало Для взросления страны Но возможно И не 150 Как знать Потому что Сейчас это еще Понимаешь Чем усложнен Скажем так Процесс Некой общей мировой Инфантильностью Потому что Происходит Помимо нашей Ломки Которая страны Выходит Совершенно одного Абсолютно Противоположного Текущему строю В другой Весь мир В принципе Изменяется В определенном смысле Этого слова И мы как бы Накладывается Одна ломка На другую ломку Поэтому наше Взросление Может затянуться Ты знаешь Нам до общей Мировой инфантильности Мне кажется Очень далеко Нам хотя бы Нужно дойти До того момента Откуда началась Инфантильность Ну и какая фигня У людей Когда они взрослее Были некие примеры Они стремились И четко понимали Когда Америка Предположим вырастала В свое время Из маленькой Дикой Говорится Старной Населенной Приезжими Она примерно Представляла Что она хочет Когда так или иначе Происходила Французская революция Они примерно понимали Чего они хотят Посмотри на революции Которые происходят В России Пытаются происходить В России Посмотри на то Что происходит Сейчас в Украине Народ на самом деле Мечется Они совершенно Не хотят Того что было Но четко Я не услышал пока Ни от одного из лидеров Ни от даже Я постоянно мониторю Слушаю Когда просто там Опросы делают народа В том числе Это гражданское телевидение Украинское Знаменитый Подкаст телевидения Я не услышал Четкого общего мнения И даже Разорозненного Четкого мнения А конкретно то что Ну его и не может быть Потому что мы еще маленькие Вот я про это и говорю И украинцы А потому что Нету того примера С кого можно лепить Лекало Нельзя сказать Я хочу как в Америке Предположим Или я хочу как во Франции Или я хочу как в Израиле Вот нету такого примера Потому что и там Все меняется Сейчас Поэтому я говорю Что наше взросление затруднено У нас нету С кого брать пример Это понимаешь Это как страна детей У которых нет взрослых Из которых можно лепить свое будущее Вот взяли детей Отвезли на отдельный остров Они сами по себе растут Вот сами по себе Блин Ну ты знаешь Я думаю что Достаточно просто Соблюдать собственные законы Если они нормальные А там Что будет То и будет Что я имею ввиду Я имею ввиду Что если выборы То они должны быть честными Вот кого выбрали Того и выбрали Но только по чесноку Не подмешивать Эти самые все бумажки Вбросы Начнем с этого Да Если объявлена Конституция Свобода слова То не надо делать Черные списки На телевидении Не надо этого делать И эта жизнь Я думаю Она выведет В результате Через какое-то время Не знаю через какое В каждой стране Это вероятно Свой временной промежуток Туда куда Надо я думаю Какой-то Нормально устоявшейся жизни А ты можешь Мне четко определить Свободу слова В твоем понимании Да Пожалуй могу Расскажи мне пожалуйста Страшно и интересно Я думаю Что Свобода слова К сожалению В том виде В котором я бы хотел Ее Видеть Нет ни в одной стране мира Я думаю Что свобода слова Должна быть абсолютно Тотальна Потому что Свобода слова Это не свобода дела Это разные вещи Я согласен И Я считаю Что противоречит Конституции И Законам Я думаю Всех стран Что например Каждый человек Имеет право Быть ксенофобом Он имеет право Это не принято В культурных обществах Все такое прочее Но мне кажется Что он имеет право Он имеет право Говорить об этом Вот призывать И организовывать Например Некие дружины Которые будут Реализовывать эти идеи Вот это уже другая история А ты думаешь Это реально Когда человек Внутренний ксенофоб Когда человек Внутренний антисемит Ты думаешь Он реально может Не призывать Бить негров Или бить жидов Да Я думаю Что есть разные люди То есть он просто Не любит и все тут Я думаю Что кому-то Достаточно только разговоров Я думаю Что кому-то Не столько достаточно Сколько он боится Перейти к действиям Но его природа Биологическая Заставляет его Говорить об этом Пусть говорит об этом Может быть я говорю Странные вещи Потому что В законах всех стран Запрещено Говорить об этом За это могут привлечь Если есть свидетели Кто-то кого-то назвал Не так Можно привлечь Поэтому я считаю Что поскольку Очень сложно провести Грань Когда ты еще И когда ты уже То я бы сделал Свободу слова Тотальной В отличие от Свободы действий Вот смотри Состояр была в принципе Страна такого Разрешенного шовинизма По большому счету Почти каждый мог сидеть И говорить Как он ненавидит Там проклятых божуев Как он ненавидит Там того или другого И третьего Ну заграничный Всякую сволочь Как говорится В принципе никто Никто же никого не призывал Но очень многие Сидя в кафе Могли там Или где-нибудь дома На кухне Спокойно говорить Как они кого-то ненавидят И честно говоря Даже многие могли Ненавидят собственно Протестство на словах Лишь до тех пор Пока они начинали призывать А призывать Почти никто не хотел Почти все сидели на кухне Говорили Как они ненавидят Брежнева Или как они ненавидят КПСС Почти все говорили Травили анекдоты И так далее И в принципе чекают И все знали Им это было наплевать Им как раз было важно Чтобы они начинали Переходить к делу А к делу-то никто не переходил Никому не надо Всем хватило вот этого Кухонного выписка Ты сейчас это имеешь в виду Да То есть ты вот это Называешь свободой слова То есть получается В СССР была свобода слова Я думаю что Нет В СССР не было Свобода слова По одной простой причине Не было НТВ Не была открытой Свобода слова Была народная Такая свобода слова Да Может быть высшее проявление Что в том-то и дело Что в том-то и дело Нам можно с Васей Поговорить за пузырем Нормально Это в том-то и дело Это у нас никто Никто не гоняет ними Я думаю что чекисты Не отличались Были такими же Конечно Они что не люди Такие же люди Какая разница Ну то есть Любая искусственная конструкция Она людьми осуждаема Скажем так СССР был искусственной конструкцией И чем больше этот зазор Природа возникновения В нашей жизни Анекдота как понятие Это зазор Между реальной жизнью И тем что декларируется Вот это разных потенциалов Рождают анекдоты Потому что Когда этого нет Когда жизнь Адекватна жизни Какой бы она ни была Тяжелой, жесткой Еще там Какой угодно Когда нет пафоса Вот этого Общественного Что все просто живут Реальной жизнью Без всего вот этого То нет вот этого зазора То есть соответственно Телек должен быть Отражением Это реальной жизни Абсолютно То есть если люди Сидят дома за чаем Просто только Друг с другом Слушай А может быть проще было Предположим сдать Ленинград Грубо говоря Как в реальной жизни Как в реальной жизни Может и не человек Просто встать И дать тебе по морде Может дать за вопрос А другому сказать А может быть на самом деле надо Ты знаешь Вот как только он встал И дал тебе по морде Тут действуют же другие законы Потому что есть статья Не знаю какой номер Нельзя давать по морде Ну понятно А с другой стороны Но говорить О чем угодно Например Сдать Ленинград Прости что я перебиваю Сдать Ленинград Чтобы спасти людей Это точно такая же тема Как любая другая Это размышления Это дискуссии Люди должны говорить Это их функция А при первом Или Николае втором Тоже в некой разговоре Ты сказал бы Предположим Нечто про монархию И про потом Человек мог кстати Дать тебе в морду Да Это его представление О чести Скажем так В том то и дело А тут тоже не представление Или о чести Сработало Нет ради бога Ради бога Люди должны делать То что они не могут Не делать Но за это отвечать Дал по морде Извини Ну то есть То есть Телевидение В данном случае Дилетанты на дожде Они имели моральное право Задать этот вопрос А кто-то Предположим Из убеженных Мог прийти Подождать их у выхода И дать им в морду Совершенно верно Подать суд Как угодно И подать суд Я за суд скорее Я по морду тоже Ну разумеется Разумеется Все-таки хочется быть более цивилизован Да Разумеется Но не говорить На какие-то темы Но это абсурд Это значит Мы рабы Каких-то наших мыслей Представлений Мы не можем быть рабы Не Ну я с тобой согласен Просто я пытаюсь разобраться в теме Просто в данном случае Когда Предположим Из-за обиды Какой-то группа людей Которая запрещает Обсуждать некую тему Может обидеться Другая группа людей Которая эту тему Хотела бы обсудить Предположим Ну я думаю Что я не знаю Не могу Говорить за блокадником К сожалению Нет ни одного знакомого Пережившего блокаду Или даже их родственников У меня нету И не могу задать им этот вопрос Поэтому Не хочу транслировать то Что я читал в сети Потому что это может быть Любым вбросом Но вот в сети Вот есть такие мнения Что якобы Многие блокадники Скорее были бы заинтересованы Но это опять же Еще раз говорю Что это все слухи Сорока Представим себе Что есть блокадники Такие и такие Конечно Они все разные Представим себе Что кто-то из блокадников Действительно В этом не смеюсь Крайне оскорбился И что Значит он Крайне оскорбился Значит он может Подать в суд Или пережить это просто Или подать в суд Или подать в суд Ради бога Но На сатисфакцию Там вызвать На что угодно Нам вообще Нужно быть более терпимыми Нас там оскорбляют Ничего Мы должны вообще Друг друга терпеть Мы живем на одной планете Я почему исполнил Тот вопрос Который мне задали В 90-е Ты же помнишь Сколько было Оскорбительных вопросов На телеке В принципе Много было оскорбленных Не так давно Кстати еще было Я помню Толпы какие-то Вот сюда В двух шагах Эхо Москвы Находятся Приходили толпы людей И здесь прямо Устраивали целые митинги У входа в Эхо Москвы Оскорбленных Как говорится Люди Они решали эти вопросы Как-то оскорбляясь Тогда еще было Ничего оскорбляться Вот И соответственно Вот это ты имеешь ввиду Да Такие способы Если человек не нравится Приходит с митингами С плакатами К телеканалу Дождь Говорит Вы сволочи У нас оскорбили Да Но если он не может терпеть Если сказано Столь сильно Его задевает Что он готов Подняться В 25-градусный мороз И сделать этот поступок Ну значит Отлично Значит он выходит Но ребята Запрещать кому-то говорить Но высасли с ума Это нереальная ситуация Нам вообще нужно Я давно уже говорил Друг друга терпеть Терпеть Это нормально Мы такие разные все Но затыкать кому-то рот Непозволительно Ну тут я с тобой Конечно должен согласиться Не могу не согласиться Я вот в свое время Когда вот эта вся бодяга Началась Я написал В свое время Я совершил Наверное глупый поступок За который Отсутствующий доктор Хефец Меня наверное Вы поругал Но когда вся эта бодяга Началась Я честно скажу Я не люблю телеканал Дождь Мне он не нравится Ты понимаешь Это другой вопрос Да другой вопрос Я говорю Что мне он не нравится Мне не нравится 70% его контента Или 80% Абсолютно согласен Я его не смотрел Когда он был бесплатный Иногда смотрел Какие-то программы Когда он стал платным Мне не 1000 рублей было жалко Я просто не посчитал Нужным за это платить Но вот когда Харриара Началась Я запретил 1000 рублей Я не уверен Буду ли это смотреть Я абсолютно поддерживаю А в этом поступке Это просто Мне сякопался Крошадский поступок Меня построили Зачем я сказал Это просто Это мне надо Я не им 1000 рублей А себе 1000 рублей дал Совершенно верно Потому что честно говоря Я не уверен Что буду смотреть И сейчас да Два-три дня Он идет у меня в фоне Но это уже другая история. Это их право. Я думаю, что многих удручают наши вот эти вот разговоры. Просто они есть, так или иначе. И, может быть, благодаря вот этой херне мы сейчас снова говорим. И вообще, чем больше люди говорят между собой, тем ясней становится для каждого из них, как вообще наша жизнь устроена со всех сторон. Потому что если мы будем молчать, плохо кончится. И уж тем более запрещать друг другу что-либо. Плохо кончится. Кстати, значит, плохо кончится. Буквально совсем не в тему, может быть, два слова. Что ты думаешь по поводу Украины? Ну, просто частное мнение, инфо. По поводу Украины я... Я даже не знаю, как назвать это. Ничего сказать. Вот эта готовность выйти миллиону на улицу, это меня потрясает. Я прекрасно понимаю, что там очень разные люди на улице. И очень много провокаторов. И очень, да. Разных причем. Но из этого миллиона, я думаю, есть весьма высокий процент нормальных людей, которые действительно являются гражданами страны и вышли именно по этому поводу, что им надоело терпеть что-либо со стороны власти. Не знаю, чем это все кончится. Не знаю. Думаю, что кончится все это тем, чего хочет большинство. Так обычно всегда и бывает. То есть будут отброшены все эти националисты, будут отброшены еще кто-то, да. Я думаю, что в основе все-таки... Да, безусловно. Я вообще не люблю, когда терпят унижение. Не смущают те, скажем так, страшные потери, которые несет город Киев? Я имею в виду, в смысле архитектуры, улиц и остального. Они меня смущают, но есть вещи подороже этого. Понимаешь, Андрюш, я думаю, что в основе лежит вот этого явления, выхода. Не то, что кто-то профинансировал. Я считаю, что это абсолютный бред. А истинный мотив, порыв, желание людей это сделать. Вот если в основе лежит это, значит, это правда. Многие вещи финансируются так или иначе. Репротивляются с разных сторон. Поэтому это пускать мы не будем. Это не важно на самом деле. Потому что без финансирования это тоже невозможно. Откуда-то должно браться. Но финансировать всегда какие-то стороны. Страна может ту или другую сторону принимать финансовую. Она все равно была. Она была у всех революций. Потому что и французские революции спонсировали, и американские движения все спонсировали. У всех были какие-то люди, которые просто отдавали свои деньги. Но это может быть... Тогда ты говоришь о поддержке. Это другое дело. Французские революции. Нет, понимаешь, что ты слово финансирование скажешь отрицательную коннотацию. Это не обязательно отрицательную. Ну, подкуп. Да. Нет, называй подкуп подкупом. Не путай русские слова. Ну, хорошо. Хорошо. Я имею в виду, когда там выходят какие-то люди, приезжающие из... Титушки? Нет. Из восточной Украины. И известно, что им заплатили. Вот это одна история. А когда люди выходят и им не заплатили, это другая история. Это другая история. Провокаторы есть и бесплатные. Мы просто провокатов отбрашиваем. Я просто как раз не вижу ничего плохого в финансировании. Будем так говорить. А как? Вот а как? Людей надо кормить. Можно эти вещи надо делать. Там нужны майки, футболки, в конце концов. Все, что угодно. Каски эти, каски там. Ну, подкуп, да. Вот когда без подкупа... Провокация. Провокаторы. Да, без провокатора. Провокаторы есть тоже с разных сторон. Вот когда, вот если большинство этих людей не провокаторы, значит, будет так, как хочет вот это непровокационное большинство в результате. Потом выяснится, что это тоже не совсем то, что нужно, наверное. Как выяснилось у нас несколько лет назад, главное, чтобы не нарушались базовые ценности. Чтобы все было по-честному. Честные выборы и прочее, прочее. И тогда жизнь выведет сама туда, куда надо. Когда ты не влезаешь в нее, не искажаешь ее в угоду своим интересам или еще кому-то, неважно. Вот когда все по-честноку. Просто людям трудно быть честными. Трудно власти оставаться честной. И общество, молодого общества, свободного, еще нет этих механизмов сдерживания власти, заставления власти быть честными. Чтобы еще эти методы заставления были тоже еще в рамках закона. В рамках закона это есть только в одной стране. В принципе, не очень мной любимые Соединенные Штаты в Америке. Там очень четко в законах прописано, что народ имеет право на оборуженное восстание. Вот и выясняется, что вот эта вот статья, она как-то отрезвляет, возможно, власти. Вот это крайний случай, что, ребят, а могут и пальнуть вообще-то. Конечно, 21 век, но, черт тебе знает, законы разрешают пальнуть. Ну, я не помню, кто же это. Это, по-моему, Борщевский говорил, когда обсуждали закон об оружии, что там в каком-то одном из штатов, кажется, они вроде бы пытались это делать, но там было сказано, типа, мы не будем закономить уровни это делать, а вы пойдите, если хотите и считаете это возможным, пойдите, а сберите это оружие сами. Что-то вот такое было. Сейчас не могу, он так вкусно это рассказал, что я не могу вспомнить. Если вы считаете это возможным, пойдите, заберите у народа оружие сами. Отлично. И ничего, вот это справа записано, и ничего, что-то нет пальбы такой массовой, да, не считая преступности. Вот что-то нет. Значит, что? Значит, работает. Это все работает. Не нужно усложнять жизнь, она сама по себе сложна. Не нужно накручивать ничего. Нужно принимать природосообразные, простые законы. Ну, у нас очень много хороших законов в России, только у нас проблема другая, что никто эти законы особо исполнять не хочет. Вот в чем дело. Ну, главное, что у общества нет потребности в этом. Вот другой разговор. Опять мы приходим к тому, что выросло, то выросло. Значит, сегодня дела обстоят с обществом в России. Вот так. Как будет завтра, не знаю. Вот. А на Украине вот так, как вот мы видим. А на Украине, а ты давно был на Украине? Я на Украине был очень давно, да. Вот видишь, какая штука. Это было совсем недавно, и я об этом очень много рассказывал, потому что как раз вот когда я там был, приезжаешь, во-первых, конечно, чувствуется, что это страна намного беднее даже российских регионов. Причем, когда приезжаешь в Киев, и можно сравнивать даже не с Москвой, а с российскими регионами, наверное, беднее, но при этом, действительно, понимаешь, какая штука? Я сравнивал, что они как-то миновали наш период вот таким вот образом, потому что, с одной стороны, она очень совок в каких-то вещах, там стоят эти разлохмаченные киоски, которые у нас были еще в самом начале 90-х, это какая-то дикая торговля. С другой стороны, предположим, такая элементарная вещь, которая еще отчасти есть в Москве, но почти нет в регионах. Когда я что-то фотографировал, всегда люди останавливались. В России это большая редкость. Вот я, предположим, иду, и вдруг не стоя, не стерни, захотелось перечисовать. Я слышал, бах, люди все за ними встали. Я просто на своем фотоаппарате, я еще даже ничего не снимаю, они уже стоят, пропускают. Хотя, чтобы я сфотографировал. Я с ним постоянно сталкивался в Европе, но очень редко сталкиваюсь с этим в России. В Москве еще отчасти где-то, ну, очень редко тоже. В регионах вообще ноль, когда кто-то тебе, ну, всем насрать, фотографируешь, не фотографируешь, плевать абсолютно. Вот я считаю это определенным признаком деликатности европейской. И очень много таких признаков, которые я бы назвал признаками европейскости, были. Вот с одной стороны, вот этот вот интересный симбиоз совка, с одной стороны, да, предположим, у них до сих пор кондуктора в автобусах, билеты, которые надо компасировать. Более того, там есть какие-то льготы, которые можно только позавидовать. Предположим, я такую вещь отметил. Я когда ехал в автобусе, рядом со мной какая-то стояла, ну, два мужика, в принципе, абсолютно здоровых, и они в другом прощаются. Скажите, у вас все еще, говорит, действует вот эта вот льгота, что сопровождающие инвалида, как бы, тоже бесплатно, да. Понимаешь, что это вроде два здоровых мужика. Один, оказывается, инвалид, а другой сопровождающий. И сопровождающий тоже едет на халяву. Это та льгота, которой можно позавидовать, на самом деле. Ну, это прям совсем европейская штука. Ну, вот я тебе рассказываю. То есть, очень многие вещи, которые, с одной стороны, вот колоссальная вот эта вот небогатость, изношенность, обветшалась почти всего, да, разбитые абсолютно автобусы, абсолютно истерзанные улицы, там и так далее. То есть, это страшная дорога. То есть, ты не знаешь, что такое плохая дорога. Съезди в Киев, посмотри. Там нет асфальта. Но это не мешает, чтобы город был при этом красивый. А красивый он даже не из-за зданий. Это какая-то вот энергетическая красота, красота людей. Я об этом рассказывал, что я только на третий день шел по перрону в метро, да, и, проходя мимо будки, где стоят машинисты, вот только услышал слово на «Б», как говорится. И вдруг, когда впервые отразил, что это первый раз матерное слово, которое я услышал за три дня находиться в Киеве. То есть, вот, какие-то всякие вот эти вот нюансы. Поэтому я, когда сейчас смотрю на события в Украине, я воспринимаю это как нечто личное, это все, да, то есть, я внимательно смотрю за этим, как будто все равно, чтобы это происходило в одном из городов России, неважно. И это не потому, что я считаю, как там, Украина, типа, это вот наша братская государство. Нет, это ихнее государство, это ихнее родное государство, то они сами вправе решить, как они считают нужным все это дело. Я просто смотрю, потому что у меня есть личный интерес к этому народу, вот и все. Да, я понимаю. Ну, я думаю, что вот то, что ты говоришь, то, что видел, слышал, читал об этом. У меня есть друзья из Харькова, из Киева. У меня тоже их очень много, и причем с разных сторон баррикад, будем так говорить. Да, которые, в общем, предоставляют вольную или невольную информацию определенную. Я думаю, что мы чем-то похожи и чем-то не похожи. Вот это отсутствие, есть два момента, отсутствие невероятных денег российских, которые берутся от гафти, газа и нефти. Я придумал термин «гафти». А мне больше нравится то, что Островский определил слово «бешеные деньги». Именно по Островскому. По Островскому. Да, бешеные деньги. И, конечно, размеры. Размеры. Я думаю, что если отъехать там, то есть не думаю, я просто знаю, на 50 км от Москвы, то будут вот эти вот раслябанные киоски. Нет, нет. Ну, хотя, опять же, я не могу сказать за всю Россию. Там, где я бывал, уже почти нигде нет. Ну, вот я просто видел эти расслабанные киоски на расстоянии 50 км от Москвы. То есть электричкой просто можно доехать. Нет, разумеется, что-то меняется, но крайне медленно. Что касается людей, не знаю, Андрюш. Не знаю, понимаешь, сколько они были советскими людьми. Они были людьми советскими на 30 лет меньше примерно, чем мы, да? Насколько это сделало их другими? Насколько у них есть историческая память по той Украине 30-х, 20-х годов? Есть, есть. Я ее видел. Вот чем мне еще понравилось. Вот Майдан, на самом деле, был то место, где постоянно тусовались люди, как у нас когда-то. Которого просто ежедневно какой-то митинг был. Больше, меньше. Митинги там политические, митинги там, помню, как раз я застал митинги, его фотографировал. Там тоже был против милицейского произвола. Там какие-то милиционеры какую-то девушку изнасиловали, там еще что-то такое. И собрались люди, которые против этого там серьезно, очень долго и очень многолюдно выражали свои протесты, будем так говорить, да? Вот это такое место, где постоянно такой гайд-парк на самом деле был. И на самом деле там я видел и красных, всяких видел. Разные они есть, разные есть, абсолютно разные. Есть красные, есть Унсо, есть все что угодно. То есть она очень разношерстная, как Россия в 90-е. Это сейчас Россия более-менее одинаковая вся. Вот есть какой-то клочок отщепенцев этих белоленточных, есть какой-то клочок наших, как говорится. А основная масса, она более-менее вся однородная. Ну да. Ну да, которым достаточно разговоров о чем-то, а иногда и разговоры не нужны. Очень многие люди, как я тут недавно выяснил, умышленно, умышленно не думают об общественно-политической стороне жизни. Вообще не думают. Они заставляют себя не думать. Да. Ладно там выходить на улицу. Просто даже не думать. В этом не участвовать. А не думать потому, что дело грязное, или потому, что они считают себя выше этого, или потому, что, не дай бог, об этом подумать, будет это как-то обидно? Нет. Они это делают, потому что все равно ничего не изменится. А, вот оно что. Ну, они во многом правы. Нет, на самом деле так. Это и традиционная русская, скажем так, такая забава, что ли. Мы уже с тобой много наговорили. Я предлагаю, а то, видишь, как бы вырвались на свободу. Я предлагаю на этом поставить какое-то многоточие. И до следующего раза. Всего доброго. Ты выпил свой чай. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok